Всем привет! В сегодняшнем видео уроке я вам хотела показать, как сделать вот такой замечательный цветочек из атласных лент. Делала я из него брошечку. Вы хотите, можете сделать цветочек на резиночку, например. Если прикрепите резиночки и сделаете пару бантиков, то замечательные получатся бантики для ребенка в школу, в детский садик. В общем, в качестве украшения на шапочку можно использовать вот такой замечательный цветок, на заколку и так далее. Минимум затрата по времени и материала. И вот такая замечательная красота у вас получается. Для цветочка вам понадобится ленточка. Я взяла ширину сантиметр. Вам понадобится ее полтора метра. Любого цвета, какого вы хотите, чтобы был цветочек. Также вам понадобится под цвет ленточки ниточки. У меня розовая, значит я розовые взяла ниточки. В общем, красный я взяла. У меня другого, к сожалению, пока нету фетра. Поэтому я взяла. Вам понадобится два кружочка фетра. Четыре сантиметра в диаметре. Почему два? Потому что на один мы будем пришивать наш цветочек, в общем, лепесточки. А вторым я буду закрывать наши швы. Ну, то есть я буду сшивать второй наверх. Если у вас есть под цвет ленточки, фетровые кусочки, то замечательно. То есть берете под цвет ленточки, берете цвета. Так как у меня красный фетр, я беру красные ниточки. Также вам понадобится иголка для пришивания лепестков, зажигалка либо спички, свечка для подпаливания кончиков, поджигания лепесточков, краешков. Серединка цветочка. У меня это вот такая обычная бусинка со стразиками. В общем, вот такая серединка замечательная. Можете взять какую-то любую красивую бусинку, либо пуговичку. И, соответственно, на что вы будете цеплять цветок. То есть либо это резиночка для волос, либо это безопасная, так сказать, брошка, которая будет клеиться потом на цветок. В общем, соответственно, куда вы будете применять. Если это, к примеру, цветочек на шапочку, то шапочку готовите, если это, в общем, ну, куда вам ваша фантазия подсказывает. Итак, мы начинаем. Берем нашу ленту и либо сантиметр, либо обычную канцелярскую линейку. И отмеряем кусочки ленточки, полосочки по 9-9,5 сантиметров. То есть если, в принципе, по 9,5, это будет как у меня. Хотите чуть меньше, хотите чуть больше. И обрезаете вот по 9,5 сантиметров 14 отрезочков. После того, как мы нарезали ленточки, зажигаем нашу свечечку и складываем таким образом ленточку. То есть берете красивой гладкой атласной стороной и просто заворачиваете. Вот так вот. У вас лепесточек почти готов. Осталось его только присоединить, подпалить вот так вот завернувши. Итак, подпаливаете, абсолютно слаживаете все 14 лепесточков наших. И приступим к, соответственно, сборке. Подпаливаете абсолютно все. И посмотрите, у нас получаются вот такие замечательные, красивые лепесточки. После того, как мы приготовили все лепесточки, свечку ставим на остывание. И вдеваем ниточку в иголочку. Если же хотите, чтобы у вас было прям все идеально и, допустим, использовать один только кусочек фетра, хотите, пришивайте тем цветом, которого у вас фетр. Но, честно говоря, я все-таки буду делать двойную, потому что у меня фетр тоненький. И если я, к примеру, захочу прикрепить резиночку к резиночке или, допустим, тем более для брошки, в общем, свою булавочку, то у меня будет довольно-таки такая, в общем, хочется поплотнее. Итак, берем один кружочек фетра и пришиваем по кругу наши лепесточки. Я пришивать буду приблизительно ближе к середине. Ну, то есть, вот таким образом завожу иголочку, чтобы у меня узелочек был внутри и пришиваю. Буквально делаю два-три стежочка. Даже два, я думаю, в принципе, будет достаточно. Вот так вот прошиваю три стежочка и присоединяю второй лепесточек. И теперь продолжаю провязывать второй лепесточек. Сюда же потом буду крепить по кругу третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Так, я думаю, что, в принципе, семь лепесточков сверху у меня должно поместиться. Пришили второй, присоединяете, пришиваете третий. Мы пришили первый ряд. Сзади я, честно говоря, не стараюсь, повторюсь, потому что у меня здесь будет вот так вот закрыто, все красивенько. Если же вы стараетесь, чтобы у вас сзади было все, как говорится, идеально, то супер вам плюсик. В общем, и так, я пришила на первом ряду семь лепесточков. На втором ряду я буду тоже семь пришивать, но буду ложить второй ряд между лепестками первого. То есть, вот у меня первый лепесток ляжет, здесь второй и так далее. Как бы делаю красивый такой вот двойной объемчик. Пришиваем второй ряд точно так же, как первый. Но, еще раз повторюсь, сложим лепестки между предыдущими лепестками. После того, как мы закончили прошивать второй ряд, у вас должен был остаться вот такой вот кусочек 16-17 сантиметров. В общем, ну, я думаю, что у вас осталось 17, если вы по 9,5 даже брали, то у вас осталось 17. Смотрите, берете, подпаливаете кончики обязательно, чтобы они у вас не распускались. И короткий краешек берете, ложите под длинный. Теперь длинный ложите на середину и либо под, либо над ложите вот так вот наверх. У вас получился вот такой вот трехлистничек. Если у вас не получилось с первого раза, попробуйте еще раз завернуть. Итак, короткий под, затем длинный над и последний короткий над. То есть, получился вот такой вот трехлистничек. Этот трехлистничек нам нужно теперь пришить к вот этой серединке. То есть, чтобы закрыть наши недостатки вот этой серединки, мы пришиваем аккуратненько только по центру, только вводя иголочку в центр, чтобы у нас все было по краям очень аккуратненько. То есть, несколькими буквально стежками мы закрываем наш цветочек вот так вот трехлистничком. Вот я пришила наш трехлистник и клеила в серединку. Если у вас серединка пришивается, то обязательно после того, как вы пришили трехлистник, пришиваете серединку. Будь это пуговичка, бусинка, не важно. А лишь потом пришиваете вот наметочными швами такими обычными, пришиваете вот эту вот, так сказать, вторую часть фетра, закрываете погрешности. Если же у вас резинка, то перед тем, как пришивать верхнюю часть, ложите резинку, затем пришиваете верхнюю часть. Если же у вас булавочка, то есть, вы будете делать брошку, то обязательно не забудьте прошить вот серединочку для того, чтобы у вас не была середина пустая. То есть, чтобы она у вас не хваталась вот так вот, когда вы пришьете булавочку, чтобы у вас не было пустоты внутри и она не оттягивалась. В общем, такой эффект был, как бы, ну, в общем, нехороший. Вот, теперь мне осталось булавочку приклеить и моя брошка готова. Если вы, допустим, сделаете два таких бантика, допустим, с резиночками, получится замечательные резиночки, либо к заколочке приклеите ребеночку в детский садик, либо в школу. Я считаю, что замечательные. Зачем сейчас покупать такую красоту, если можно сделать ее своими руками и сэкономите очень, я считаю, очень много денег, потому что одна сейчас такая резиночка, в принципе, стоит по карману бьет. А так, вы берете просто основку, резиночку и берете полтора метра ленточки на одну резинку, полтора метра на другую. То есть, за три метра, какие-то там копейки, то, в принципе, вот такая вот замечательная получается резиночка. Но у меня это получилось замечательная брошечка, мне осталось брошку только приклеить. И, в общем, у меня готово. Я надеюсь, что у вас все получилось, понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!